Мы тоже сюда приехали на улицу в 41.11. Но прежде чем мы вам расскажем, что вы здесь себе можете сделать, я объясню ваше внимание. То есть мы приезжаем туда, где ваша машина ремонтируется. Представляете, здесь машина ваша ремонтируется. Что за моей спиной? За моей спиной нету никого. Потому что здесь машина делается быстро, качественно. И для вас в том числе. Но вы же должны понять, если машина так же и делается, сколько будет времени ожидать ваш ремонт? Да нисколько. Приезжайте сюда, здесь это все делается гораздо быстрее, чем где-либо. Потому что в других местах я видел, люди стоят, машины стоят в большом количестве, представляете? И никто их не ремонтирует. Они вам по ушам проезжают, проезжают, проезжают. Вы им деньги платите, платите, платите. Ну даже если не вы платите денежки, а платите страховая компания. Но тем не менее, ваша машина стоит, здесь такого нет. К слову о цене вопроса. К слову о цене вопроса. Мы переговорили с хозяевами, и они сказали, что ребятки, а давайте перед Новым годом мы вас немножко демпингом гонем. То есть ценники опустим. Представляете, машины нет. Вы приехали. Машину вашу быстро сделали, и уехали на своей новой машине. Потому что такое часто случается, иногда, 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 иногда машина ломается. Ну а пока вы будете смотреть, как здесь восстанавливаются авто, я вам объясню. Я в точности такой же человек, как и вы. На моей памяти было несколько аварий. Да было, что вы хотите. Но за 40 лет в руле их было всего 7. В остальном въезжали в меня. Сколько раз? Их было в 2 раза больше. И это на шажи. То есть мы говорим о достаточно небольших сроках работ по восстановлению авто. То есть раз за 2 года. Теперь поговорим о месте, где я машины красил. В 60% случаях я делал их здесь. 40% в другом месте. И извините, хозяин уже не на этом свете. Но по сути событий, я коллекционер. И если бы не дивная экономическая ситуация, никогда бы в жизни не продал то, что нужно. Теперь вопрос, где я крашу свои коллекционные издания. Да здесь же, на Сурикова 11. Теперь вопрос, как все это красится? Ну, в связи с тем, что коллекционные машины должны выглядеть соответствующим образом, я понимаю правила. Бред о том, что где-то круче. Здесь работают круче, чем в любых автосалонах. Мало того, один из многих сюда возил свои иномарки. После того, как они доставляются, на 50% крашены. Потому что сколы, царапины, ударчики там. Ну, вот такие штуки вы и покупаете. А теперь подумайте, кому вы дарите свои деньги. Шефу, бухгалтеру, банку. И только чуть-чуть малярам. Либо работайте только с тем, кто сам красит и делает ваше авто. Вот скажите, пожалуйста, почему вы снизили цены? И на сколько это? Людям ведь надо понять. Ну, цены снижены в связи с тем, что работы стало не очень много. Видимо, сейчас у людей, у многих денег-то не хватает на жизнь. Цены у нас, допустим, относительно официалов, ну, в два, даже в три раза дешевле. Вот, причина простая. То есть, я работаю сам на себя. У меня нету больше никого надо мной. Вот, работаю я в своем помещении. Нет никакой аренды. Сам его отапливаю дровами. То есть, соответственно, вся экономия вот здесь вот заключена. На днях ко мне приходил мой ученик в гости. Он работает у официалов, которые продают автомобили и также их красят. И, как бы, я его спросил, почему такая завышенная цена у официалов? Он ушел от меня к ним работать, подумав, что будет зарабатывать там больше. А на самом деле он там зарабатывает в разы меньше. Потому что его зарплата там, ну, порядка 5% только от этой цены. Все остальное уходит вообще неизвестно куда. Соответственно, он говорит, за такие деньги мне очень тяжело, говорит, качественно работать. А мы работаем напрямую с клиентами. И все деньги, которые мы зарабатываем, получаем себе напрямую в карман. Отсюда и ответственность, и качество, которое требует от нас клиент. Теперь, по сути, раз все свое и никуда не денется, то стабель вмонтирована прямо в пол, стены и потолок. Круче не придумать. Кроме всего прочего, здесь не работают скульптора. Все, что можно, вытягивается. И честно, и по сути, по возможности меняется все на новое. Либо, если есть возможность, выпрямляется. К слову о том, что такое ваша машина. Ну, ваша машина, это, извините, консервная банка. Ну, еще кое-где пластмасса добавлена. Теперь как красит. Ну, естественно, есть покрасочная камера. И, естественно, самые крутые пистолеты для краски. К слову, о краске в целом. Берется грамотная составляющая с подбором. И если здесь уже делались машины, кое вы и покупали, то поймите результат, он налицо. И при этом цена в два, а то и в три раза дешевле, чем где-либо. Видите, нет никаких проблем ни у кого, да? Человек пришел, поставил свою машину, ему ее делают. Потому что здесь занимаются. Где все это дело? На улице 41. Как сюда доехать? Да пока вверх езжайте. Тут ничего сложного нет. И вот перед водонапорной башней поверят чуть направо. По сути, это самое то, что место и должно быть. Я все реже. Говорю, Паша, поставь здесь, пожалуйста, штендер, да? Потому что, ну, как еще по-другому? То есть это сейчас уже основная улица. Здесь гораздо проще проехать. И в пробки вы не попадете. Представляете, вы езжаете возле тресно-магнитостроя, поворачиваете направо и там уезжаете уже дальше. Так вот, чтобы вам никуда не ездить. И чтобы вам понять, насколько это все хорошо, вы сюда приезжаете. Спокойно приезжайте, ставьте свою машину. Вам ее сделают. Причем сделают за сумму гораздо дешевле, чем у кого-то. А потом, и дай бог это дело будет скоро, вы на своей машине быстренько уедете. И ваш Новый год будет с вашей новой машиной.